Особенно сейчас, в эпоху обострившейся конкуренции и борьбы с гаджетами, за внимание ребенка актуальны спортивные секции. И уже не важно, будет малыш ездить на велосипеде или ходить в поход, лепить из глины, стрелять из лука, заниматься боксом, плаванием, теннисом или художественной гимнастикой. Главное, чтобы ребенок был не в виртуальном мире телефона или компьютера. Спорт – это не просто физические занятия, это веселье и социализация ребенка в обществе прежде всего. Юным жителям Бреста предлагается очень много видов спорта, тут полный полет фантазии, конечно, с учетом физического развития и темперамента ребенка. Представителей почти всех детско-юношеских спортивных школ можно было встретить совсем недавно в Брестском парке культуры и отдыха. Наша школа спортивная готовит детей по тяжелой атлетике и по стрельбе из лука. Пожалуйста, работаем по всему городу, очень много залов и учебно-тренировочных помещений. Мы набираем деток стрельба из лука с 11 лет, принимаем с 10, если подойдет тяжелая атлетика, девочки с 13, мальчики с 9 лет. Школа образована с 1953 года. На сегодняшний день около 400 учащихся в нашей школе занимаются по этим видам спорта. Мы готовим спортсменов, резерв национальной команды, это наша основная задача. Ну и, конечно же, это оздоровление, оздоровление детей, которые к нам приходят, поднять их уровень физической подготовки и привить любовь к какому-то из виду спорта. Для семей с детьми такое мероприятие – это возможность весело провести время вместе и, быть может, найти то самое увлечение для любимого чада. Особенно приятно, что прямо тут, на месте, ребятам можно было попробовать себя в новых видах спорта и при желании сразу записаться. Гребля, теннис, стрельба из лука, фехтование, велоспорт, бокс – сейчас не про один вид спорта, нельзя сказать – это мужской спорт. Девчонки везде и всюду, они ровно настолько же успешны, они не реже становятся олимпийскими чемпионками, и это здорово. Я бы советовала вообще заниматься детям спортом, пусть с него не получится великий спортсмен, но он состоится как человек, как гражданин нашей страны. Он должен состояться в жизни, понимаете, спорт – это хорошо, это прекрасно, и тем более сейчас такие условия для спорта – это не в наше время, понимаете. Очень хорошие базы, очень хорошее оснащение, поддержка очень большая, я вот вижу, что, понимаете, я выиграла чемпионаты мира раньше, но мы не платили ни денег, ни преми, ничего не давали там вообще, ну еще когда мы не были своей страной. А когда мы стали своей страной, я думаю, отлично, мы сейчас отберемся там на Олимпиаду своей страной, будем выступать. Было здорово, я вам честно скажу. Спорт – это не самое худшее, что есть в жизни. Это, я считаю, это другой мир, это другое вообще все. Вот кто вот входит в спорт, особенно в большой потом спорт, это так затягивает. Рано или поздно каждому родителю предстоит задуматься над вопросом определения своего чада в спортивную секцию. Кто-то поведет малыша по своим стопам, кто-то высчитывает свои возможности, кто-то подумает, а нужно ли оно вообще. Сколько людей, столько и мнений. Занимаясь боксом 10 лет, пришел этот вид спорта, потому что он делает человека сильнее. Маленьким детям могу советовать пойти на него, потому что развивает характер и стремление к своей цели. Тренировки по боксу очень оказывают хорошее влияние на здоровье и организм человека в целом. То есть это укрепление мышечного корсета, да, это развитие координации, развитие ловкости. То есть поэтому дети становятся сильнее, увереннее в себе. Поэтому, ну скажем, только положительные моменты и влияние на здоровье человека. Но каждому родителю при выборе секции важно помнить главное – ребенок должен сделать выбор самостоятельно.